Чтобы отыскать свое эко-чудо, нужно просто внимательно присмотреться, признается семилетняя Кристина. История моего эко-чуда такая. Летом мы с мамой отдыхали на берегу Волги, на турбазу. И как-то раз вечером на берег к нашему домику прилетела большая белая цапля и стала ужинать свежими лягушками. Я поняла, что мое эко-чудо само меня нашло. Мне оставалось только взять фотоаппарат и сфотографировать эту красивую белую цаплю. Так я познакомилась с цаплей, которая занесена в красную книгу. Шестой открытый межрегиональный конкурс детских творческих работ читателей библиотек по Волжье «Эко-чудо» чествуют победителей. В конкурсе приняли участие школьники в возрасте от 7 до 14 лет из 14 регионов. Перед этим они, конечно, читают книжки обязательно о природе. С ними встречаются писатели, даже композиторы, представители природоохранных организаций, художники. И ребята у них иногда спрашивают советы, как лучше сделать свою творческую работу. И еще читают, читают и читают книги. Церемония награждения завершит экологический литературно-творческий конкурс, который проходил в течение 8 месяцев. По его условиям, юные участники должны были поведать о том, что их впечатлило в природе родного края в пяти номинациях. Прозаическое произведение, поэтическое произведение, фотография, рисунок и видеоролик. Я могу отметить разнообразие форм, выражения, позиций ребят современных в плане экологии. То есть это и замечательные рисунки, и проза, и стихи, совершенно разнообразные вещи, которые дети вложили в свою душу. Победители каждой номинации наградили дипломами и призами. С работами призеров конкурса «Эко-чудо» можно познакомиться в Самарской областной детской библиотеке. Всем привет!